Стресс испытали и жители Караганды. В их коммунальных квитанциях появился счет от службы спасения. С 1 января спасатели предлагают жителям многоэтажек оплачивать по 80 тенге в месяц. А взамен обещают без дополнительной оплаты открывать захлопнувшиеся двери, сбивать сосульки и даже обрезать деревья. Почему многие жители города негативно отнеслись к такому нововведению, расскажут наши корреспонденты. По моему дому нужно подрезать деревьях 10. За 80 тенге мы бы с удовольствием это сделали. Но к нам никто не придет и не сделает. Галина Пак старшая по дому и активная общественница. За эти дни она выслушала десятки жалоб от соседей и знакомых. Те, получив квитанции, были возмущены, что 80 тенге для службы спасения включили в коммунальную квитанцию и даже приплюсовали к итоговой сумме платежей. Люди стали пересылать в соцсетях сообщения о том, что спасатели обманывают народ. Можно так сказать, занялись махинацией. В чем заключается эта махинация? Это хитрая сделка двух этих предпринимателей. Они считают это мизер. Вы согласны? И за 80 тенге народ не будет бороться. Но если взять масштаб всего города, эти 80 тенге превращаются в миллионы. Люди добрые. Это большие. И мы должны содержать их. В начале зимы руководство Карагандинской службы спасения вышло с инициативой о включении своих услуг в квитанцию коммунальных платежей. С квартиры 80 тенге в месяц. Взамен предложили сбивать сосульки, обрезать ветки, открывать двери и заводить замерзшие машины. Для тех, кто откажется, эти услуги будут платными. Согласно прайсу. От 6 до 30 тысяч тенге. Если вы в течение месяца оплатили 80 тенге, вы как бы застрахованы на целый месяц. Многим эта инициатива понравилась. По словам спасателей, они и сами предлагают людям, которые их вызывают, перед этим заплатить 80 тенге, чтобы не платить лишнего. С начала января из 150 тысяч квартир оплату внесли уже 25 тысяч. Хотя многие это сделали автоматически, не разобравшись. Если взять за любую квитанцию, то там поле оплачено, оно свободно. И свободно оно с одной простой целью. Оно дает возможность человеку не оплатить услугу. Мы, конечно, с своей стороны проверяем, что организация не оказалась какая-то там афера. Собрали деньги, ушли. Спасатели уверяют, у них есть публичный договор. Однако Галина Пак его не видела и считает, раз платеж добровольный, то и выполнять обязательства служба спасения не обязана. И если по заявке сосульки не собьют, то и предъявить в суде будет нечего. Тимур Эйд Мухамбетов, Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Караганды.